Томас Рифмач и королева эльфов Поэт, певец, музыкант и провидец второй половины XIII века Томас Лермонт по прозванию Рифмач, почти так же легендарно знаменит, как Нострадамус, французский врач, алхимик и величайший прорицатель. Родился Томас Рифмач по всей вероятности в местечке Эрсельдун, ныне именуемом Эрлстон, на юго-востоке Шотландии. Местность эта крайне примечательна, там протекает река Твит, одна из главных рек Шотландии. На ее берегу, неподалеку от Эрлстона, расположено Мелроссское аббатство, где по преданию похоронен Майкл Скотт. Еще одна знаменитая личность – литератор, алхимик, астролог и маг, живший в XII веке. Вальтер Скотт, знаток шотландской старины, отмечал, «Летописи XIII столетия ознаменованы были именами трех великих шотландских волхвов. Предкоями Нострадамус и Мерлин должны преклонить колено. Мы говорим о Томасе Эрсельдуне, Майкле Скотте и Лорде Соулесе. Далеко промчавшаяся слава второго из них перелетела Альпы, из-за свидетельства на Данте, который в аду отвел ему место между Банато, астрологом Гвидо де Монте Фелтро и Азденте, волшебником Пармским. Вальтер Скотт имеет в виду то место из божественной комедии Данте, где упоминается Майкл Скотт. А далее к югу от Твида раскинулись знаменитые Элдонские холмы, под которыми, как гласит легенда, покоится король Артур со своими рыцарями. 200 лет назад местные жители еще указывали на разрушенную башню, которую считали резиденцией Томаса Рифмача. Достоверных фактов о жизни Томаса Лермонта сохранилось мало. Так известно, что прославился он при короле Александре Третьем, как непревзойденный бард и прорицатель. Предсказания Лермонта дошли до наших дней, и многие из них исполнились, за что он получил другое прозвище – Правдивый Томас. По некоторым данным, история рода Лермонтов известна с 11 века. Король Малкольм Третий якобы пожаловал за помощь в разгроме Магбета некоему Лермонту имение Дарси, ныне эта деревушка в нескольких километрах от городка Сент-Эндрюс. Член английского парламента А. Лермонт в 1873 году письменно подтвердил, мы некогда были владельцами поместья Дарси. Считается, что владельцами Дарси род Лермонтов был вплоть до Томаса Лермонта. Очевидно, что пророчества Томаса обеспечили ему определенное политическое значение. Так, по другой версии, о фамильном гнезде рода Лермонтов, король Александр Третий пожаловал Томасу за заслуги во владение башню, ту самую развалины которой еще сохранились неподалеку от Эрлстона. Знаменит также Томас Рифмач и как автор одной из версий Тристана и Изольды. Поэт и историк Роберт де Брюн, ему было лет 6-8, когда Томас скончался, отзывается о стиле Рифмача самым восторженным образом. Тристан написан таким цветистым языком и таким сложным размером, что теряет все свои достоинства в устах обыкновенных министрелей, которые чуть ли не в каждой строфе что-то пропускают в ущерб и смыслу, и ритму отрывка. Томас покинул этот мир в последнее десятилетие XIII века. Осторожное словосочетание «покинул этот мир» заменяет краткое слово «умер» по вполне определенным соображениям, ибо помимо скудных сведений о подлинной жизни Томаса Рифмача, существует легенда о нем не менее чудесная и пленительная, чем предание о короле Артуре. В эльфийской стране. Легенда гласит, что пророческим даром Томаса наградила королева эльфов. А дело было так. Однажды ясным и теплым утром, по заверению авторитетных людей, скорее всего, это было 1 мая, которое кельты считали началом лета, праздник Бельтан. Томас Лермонт, прихватив свою арфу, отправился к Элдонским холмам. Там он прилег под деревом, именуемым, соответственно, Элдонским. А надо сказать, что знаменитое дерево это было, как считают, березой, росшей над рекой Твид. Именно под Элдонским деревом и посещали Томаса впоследствии его пророческие озарения. Так вот лежал себе Томас под березкой и наслаждался пением птиц, шепотом ветра в ветвях и журчанием воды, как вдруг заслышал Барт совсем иные звуки, вплетающиеся в природное разноголосье. Мелодичный перезвон колокольчиков. Тут Томас узрел всадницу на белом коне, прекрасней которой и представить себе нельзя. Она была разодета в зеленые шелка, в волосах сверкали драгоценные камни, а сбруя коня была украшена самоцветами и серебряными колокольцами. Госпожа эта сияла, как солнце, и не мудрено, что поначалу Томас принял ее за Деву Марию и обратился к ней, как к Царице Небесной. Но прекрасная дама поспешила разубедить Барда, сказав, что ее королевство находится в других краях, ибо она королева Эльфландии. Очарованный Томас стал молить эльфийскую королеву о любви. В конце концов она уступила мольбам рифмача, предупредив его, однако, что за дар любви он должен будет последовать за ней в Эльфландию и семь лет служить ей. Не колеблясь вскочил Томас на коня позади прекрасной королевы, и они пустились в путь. Королева показала ему три дороги. Ты видишь узкий трудный путь, меж терний в глубине лесной, путь добродетельных его пройти немногим суждено. А видишь ли обманный путь, меж лилий, что цветут в лесах, тропа неправедных, не верь, что это путь на небеса, а видишь ли чудесный путь, меж папоротников холмы, тропа в эльфийские края, где в эту ночь должны быть мы. Вальтер Скотт, Томас Рифмач, перевод Энн Прохоровой. Далее королева предупредила, что Томас должен хранить молчание все долгие семь лет, которые он проведет в эльфийской земле. Томас выполнил ее условия. Семь лет для него пролетели как три дня. Когда настал момент прощания, королева сама проводила Томаса до границ Эльфландии. Она дала ему яблоко, сказав, что после того, как Томас съест плод, его уста никогда не произнесут никакой лжи. Все, что он теперь скажет, будет чистой правдой. Так наградила эльфийская королева Барда за семь лет службы. Он был опечален разлукой с прекрасной своей возлюбленной, но она утешила, что разлука не вечна. Когда наступит время Томасу покинуть этот мир, она пришлет за ним своих посланников. Вернувшись в родные края, Томас Рифмач вскоре прославился как пророк. Дважды по семь лет прошло с тех пор, как Томас и королева расстались у границ Эльфландии. И вот однажды жители Эрсельдуна стали свидетелями чудесного события. По главной улице деревни величаво шествовали белоснежные олень с оленихой. Сразу же решено было послать за Томасом прорицателем. Едва услышав об этом, Барт сказал «Настал мой час». Взял свою арфу и ушел вслед за оленями. Более на этом свете его никто не видел, а вскоре прошел слух, что эта эльфийская королева присылала за рифмачом своих посланников. Предсказания Томаса Свои знаменитые предсказания правдивый Томас делал в поэтической форме. Эти зарифмованные пророчества дошли до наших дней, причем многие из них уже исполнились. Так однажды один из графов Куйминов назвал правдивого Томаса Томасом-лжецом. Позднее эльфмач сложил стих, в котором предсказал Куймину, что тот упадет с лошади, сломает себе шею, и собаки будут гладать его кости. Это предсказание в точности исполнилось. И граф самым печальным образом подтвердил правдивость прорицателя. Предсказал Томас Лермонт и кончину короля Александра Третьего. Как-то граф Марч, собираясь на охоту, послал за Томасом, чтобы тот предсказал ему погоду. И Томас изрек. А завтра в полдень буря взовьется. Ведать не ведала ранее Шотландия, что столько крови прольется. Охоту отложили, однако следующий день выдался на редкость спокойным и солнечным. Огорченный граф стал пенять Томасу, мол, где же твоя буря? Едва успел он это произнести. Как в покое вошел вестник, принесший трагическую новость, король Александр скончался, неудачно упав с коня. Это действительно означало жестокую бурю для всей Шотландии. Предсказал Томас Лермонт и будущее объединение Шотландии и Англии. Когда королева французов сына родит, Британию он от морей до морей покорит. Потомкам его подчинятся шотландец и Брит. Позднее выяснилось, что имелось в виду шотландская королева Мария Стюарт, которая первым браком была замужем за французским королем Франциском II. Вернувшись после смерти Франциска в Шотландию, Мария родила от второго мужа, лорда Дарнли, сына Якова. Яков взошел на шотландский престол, как Яков VI, а после смерти королевы Англии Елизаветы I стал английским королем Яковом I. Таким образом, с 1603 года он правил и Шотландией, и Англией. Все предсказания Томаса Рифмача сбылись, кроме одного. Когда коровы Гаури выплывут на сушу, настанет судный день по нашей душе. Коровами Гаури называют два гигантских валуна, стоящих за чертой полного прилива в заливе Тей в Шотландии. Каждый год они дюйм за дюймом приближаются к земле, так как море отступает. Возможно, сбудется когда-нибудь и это его предвидение. Два поэта Существует известная генеалогическая теория, по которой великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов является потомком Томаса Лермонта. Дело в том, что русский род Лермонтовых ведет свое начало от шотландца Георга Лермонта. Он принадлежал к той ветве Лермонтов, чьей резиденцией был замок Бальками. В шестнадцатом веке один из владельцев этого замка, королевский адвокат Гордон, кстати, предок поэта Джорджа Гордона Нойла Байрона, взял себе жену из рода Лермонтов, Маргарет Лермонт. В конце шестнадцатого, начале семнадцатого века многие потомки этой ветви посвятили себя военной карьере. Среди них был и Георг Лермонт. В 1613 году Георг Лермонт воевал в составе польской армии против России. По одной из версий он был взят в плен, по другой сам захотел остаться в России. Георг поступил на службу государю Михаилу Федоровичу Романову. За верность и доблесть ему были пожалованы земли в Костромской губернии. На новой родине Георг стал зваться Юрием. В начале 1634 года родмистр рейтарского полка Юрий Лермонт погиб под Смоленском. Один из его сыновей, Петр впоследствии воевода Саранский в 1653 году крестился в православную веру. Вот род Лермонтовых от Георга Юрия Лермонта по прямой линии. Петр Юрьевич, Евтихий Петрович, Петр Евтихевич, Юрий Петрович, Петр Юрьевич, Юрий Петрович и, наконец, Михаил Юрьевич Лермонтов. О том рифмаче Михаил Лермонтов знал по балладе Вальтера Скотта. Лермонтову нравилось думать, что может быть знаменитый шотландский бард и прорицатель был его далеким предком. Впрочем, даже если допустить, что это не так, связь между ними все-таки существует. Оба были великими поэтами. Редактор субтитров А.Семкин